Всем привет, с вами Снези, и сегодня я хотел бы поведать вам о том, как 29 октября 1944 года японские камикады ценой своей жизни пытались потопить авианосец Франклин. Началось с 10 октября, когда военно-морские силы США начали активные действия в районе филиппинского архипелага. Это все переросло в филиппинскую операцию, стратегическую военную операцию вооруженных сил США, Австралии, Филиппин и Мексики против японских войск с целью освобождения Филиппин. Эта операция, начавшаяся с 20 октября 1944 года, стала местом активных действий для пилотов камикадзе, так называемого Божественного ветра. Пилотируя как специализированные самолеты-снаряды ОКО, таки обычные истребители Зеро с подвесными бомбами, пилоты направляли свои машины на таран кораблей противника с одной единственной целью – нанести как можно больше урона, а при удаче и потопить корабль. А разумеется, самой лакомой целью для таких атак становились авианосцы. В наиболее тяжелый период боев за Филиппины такие атаки происходили ежедневно, а большим количеством атакующих камикадзе. Только за один месяц боев от действий пилотов-смертников пострадали авианосцы «Эссекс», «Интрепид», «Лексингтон» и «Хэнкок». Среди пострадавших был и авианосец «Франко». Этот корабль, спущенный на воду 14 октября 1943 года и вступивший в строй 31 января 1944 года, как и остальные, прибыл к Филиппинам для оказания воздушной поддержки десантных войск. Сразу после прихода на место боевых действий 10 октября 1944 года, «Франклин» вместе с остальными авианосцами подвергся атакам камикадзе. Однако до 29 октября причинить большого вреда тяжелым авианосцам они не смогли. На следующий день японцам удалось нанести организованный удар силами специального ударного корпуса, и в 13.30 с аэродрома в Себу поднялись 6 самолетов камикадзе, сопровождаемые 5 истребителями. Эта группа носила название «Хатсуо», что переводится как «ранний вишневый цвет». Она применила новую, более эффективную тактику, поскольку для самоубийственных атак стали применять более широкий круг самолетов, в том числе и устаревших. В связи с этим было решено приближаться к цели не на малой, как раньше, а на большой высоте. Это позволяло избежать обнаружения радарами, а истребители противника не успевали сориентироваться и организованно пресечь японскую атаку. Камикадзе, разбившись на две группы по три самолета, атаковали авианосцы с различных направлений, с разной высоты. Как минимум один самолет успел поразить авианосец Франклик. Он пробил огромную дыру в полетной палубе, около 12 метров длиной, уничтожил 300 самолета и повредил самолетоподъемник. На взрыва погибло 56 и были ранены 14 человек. После этой атаки авианосец был вынужден отправиться на атолл Улити для временного ремонта, а потом отправиться на верфь военно-морского флота в Бремертоне для капитального ремонта, после чего вернулся в строй лишь в феврале 45-го. Субтитры подогнал «Симон»!